Лето продолжается, и мы еще не раз придем на берег реки или озера для того, чтобы окунуться в воду. Так будем же внимательны и осторожны. Ну а то, удастся ли нам покупаться на свежем воздухе. В предстоящие выходные узнаем у нашего штатного синоптика Галины Исаевой. Галя, доброе утро. Доброе утро, Галь. Ну что, как изменилась погода? Почему она у нас изменилась? Откуда холод-то взялся? О, да. Ну, дело в том, что к нам пришел активный циклон. Циклон. Обратите внимание, он приблизился из европейской части России. Все мы смотрели новости, что несколько городов России просто ушли под воду. Это Москва, Курск, Казань, Екатеринбург, Челябинск. В Тюмень этот мощный циклон принес более прохладный воздух, который столкнулся с горячими воздушными массами. Их до этого поставлял азиатский антициклон. И что получилось в результате? Получился большой контраст температур. Температура воздуха понизилась. И это привело к появлению грозовых туч и дождей. Ну, а что на выходные? Будет ли тепло, Галя? Наверное. Подожди. Ну, насчет выходных не могу пока вас обрадовать, потому что циклон по-прежнему будет хозяйничать в нашем регионе. Температура останется прежней. Ну, в пределах 15 градусов в днем будет воздух прогреваться и ночью. Столбики термометров не превысят плюс 10 градусов. Ну, предположим, эти выходные мы как-то уж потерпим. Пропустили, да. Переживем. Что дальше, что на лето. Июль-то какое предвидится? Ну, июль будет прохладным и дождливым. Макушкой лета его точно не назовешь. Но это не значит, что весь месяц будут идти дожди. Просто осадков выпадет больше нормы. А температура какая будет? Температура, воздух будет прогреваться до плюс 24 градусов или чуть ниже будет. Но это, в принципе, в пределах нормы. Ну, на пляж по такой температуре тоже можно отправиться. Ну, то есть такая переменная погода будет. То тепло, то холодно. В общем, август будет вполне комфортным. Там будет уже побольше, плюс 25, но иногда плюс 22 градуса. И по осадкам, по температуре он будет вполне комфортным. Ну, и сентябрь, да, кстати. Хочу сказать про сентябрь. И он окажется... Там будет просто продолжительное бабье лето. Отлично. Вероятно. Грибы, ягоды по такой-то погоде самое время собирать будет. Ну, это же все-таки долгосрочные прогнозы. Поэтому они не всегда сбываются. И не будем забегать вперед уже. Тем более погода – это дама непредсказуемая. Ну, да. Ну, что ж, Галь, спасибо тебе большое. Все-таки надеемся, что погода будет к нам благосклонной. И тебе до новых встреч в нашей студии. Спасибо. До свидания.